Приветствую вас! Прочитал ваш текст. Вот, сейчас мы с вами будем его разбирать, но перед этим мне бы хотелось несколько таких общих моментов выделить. Во-первых, у меня такое ощущение, что вы в достаточно небольшой текст пытались уместить историю, историю достаточно большую, историю достаточно длинную, с нюансами определенными, с важными нюансами, которые вы, к сожалению, не раскрыли, не могли раскрыть в рамках этого текста. Но эти же самые нюансы, скорее всего, не позволят вам проникнуться ответом, потому что вы будете считать, вероятно, что ответ специалиста вам будет, ну, не совсем полным казаться, и из-за этого вы не сможете относиться к нему серьезно, на мой взгляд. Вот, потому что довольно объемный, и я не побоюсь этого слова, несколько странный у вас вопрос. То есть, ну, странный, в том плане, что немножечко не состыкующий вещь с текстом. Это первое. Второе. Отвечая на ваш вопрос, который вы задаете, как, значит, избавиться от качелей в отношении... Я бы сказал, что вопрос в корне поставлен неверно, потому что, если качели есть, они вам для чего-то нужны. И, значит, получается, что через них вы реализовываете какие-то свои желания, через них вы реализовываете какие-то свои потребности. Это первое. Второе. Эмоциональные качели возникают тогда, когда человек не отдаёт себе отчёт в том, что он чувствует, чего он хочет. И эмоциональные качели возникают по причине, например, родительского сценария. Лично в вашем случае качели возникают ещё и из-за наличия некоторой личной безответственности. То есть, вашей собственной ответственности по отношению к себе. Отсутствие её. Соответственно, здесь не добавляться нужно, а работать над своими личными проблемами, конфликтами, противоречиями. Может быть, даже страхами для того, чтобы самостоятельно не генерировать благоприятную среду для образования этих самых качелей. Это вот то, что касается непосредственно качелей. То есть, вопрос изначально поставлен некорректно. Не избавляться нужно. Нужно смотреть, что они из себя представляют, для чего они вам нужны, что вы через них реализовываете. И вот как-то тоже корректировать. Избавляться не от чего вам не нужно. Вот. С другой стороны, качели свидетельства о наличии определённой выгоды от них. Например, о бессознательном запрете на серьёзные отношения. К примеру. Как вариант. Разъехались с парнем, пишите вы, так я хотела побыть одна и подумать обо всём, отношения не развивались, как хотелось. Ну, смотрите. Здесь у вас в целом уже видится некоторое, я бы сказал, собственное видение отношений. У вас здесь наблюдаются определённые ожидания от отношений и, соответственно, претензии к мужчине о том, что он вам не даёт того, что вы хотите. Не даёт того, чего вы ожидаете. И, соответственно, здесь идёт как бы уже фиксация на самих отношениях. То есть, для вас важны отношения сами по себе, нежели чем человек, потому что будь вам важен человек, на отношениях бы вы не фиксировали. Обиды, о которых вы говорите, это тоже достаточно такой многогранный аспект. С одной стороны, это фрустрация на необразданные ожидания. С другой стороны, это привычка, взятая вами, скорее всего, с детства по получению того, чего вы хотите. То есть, я обиделся или обиделась на кого-то, человек почувствовал вину, сделал то, что я хочу, радость. То есть, это такая модель. И последнее, это перекладывание ответственности на другого человека. То есть, если я обиделся, значит, другой человек виноват. И всё как бы хорошо, всё как бы понятно, виноват и есть, ну, я, соответственно, жертва. То есть, это, опять же, у вас системное, скорее всего, поведение. И это, в том числе, равно как и ожидание ваше, и нацеленность на отношения, а не на человека. И все являются с вашей стороны теми основаниями, за которых отношения не складываются. С мужчиной, в том числе. Дальше. Было много серьёзных обид с обеих сторон, хотя через многое прошли вместе. Ну, смотрите. С одной стороны, всё кажется довольно простым. Если есть обида, да, и обида, что там, случайно, ну, человек обидел вас неумышленно, но сильно, искренне заблуждаясь, например, то здесь, конечно, при условии, если вас это задело, здесь имеет место быть, вот, собственно, то, о чём я говорил. Перекладывание ответственности и так далее. Если обиды системные, то есть они повторяются, то, не отменяя того факта, который я назвал выше ранее, уже можно говорить о определённой модели поведения мужчины с вами. То есть мужчина с вами ведёт себя определённым образом. И обижает он вас с определённой целью. Это ему для чего-то нужно. Понимаете? Дальше. Была последняя капля, и на тот момент казалось, что лучше всего побыть одним и разобраться, стоит ли быть вместе. Видите ли, какой момент? Последняя капля свидетельствует о терпении. То есть вы терпели. Я не знаю, вы, Анна, терпели, или вы оба терпели, но имеет место быть вот это вот терпение. То есть последняя капля терпения. Это игнорирование своих эмоций, своих чувств. Скорее всего, неумелое их выражение. И неумение их выражать, ну, в отсутствии конфликта, да? То есть, ну, вне конфликта. Вот. Это, собственно, вот нацеленность, опять же, на отношения, нежели чем на своё благосостояние, своё благополучие. Следующий важный момент, это то, что вот, побыть одним, да, и разобраться, стоит ли быть вместе. Стоит ли быть вместе. Ситуация здесь следующая. С одной стороны, звучит это хорошо. Действительно, в отношениях к человеку бывает так, что мы забываем, кто мы, куда идём, к чему стремимся. Это правда. Но, с другой стороны, сомнения в том, стоит ли быть вместе, говорят о том, что отношения вы выстраиваете уже, по большому счёту, не чувствами, нацеленными на человека, а разумом и своими собственными желаниями. Потому что сомнения, и сомнения в данном случае, да и практически всегда, играют в пользу того, что чувства ослабели, что их нет, что они изменили. И, да, может быть, и можно побыть одним, но при наличии интенсивной работы над собой. Далее. Это вкратце, как предисловие, я понимаю, что над этими обидами нужно ещё работать обоим. И звучит хорошо, но... Первое. Что значит обоим? То есть, хочет ли молодой человек ваш работать над проблемами или нет? Это первое. Второе. Что вы понимаете, что вы отработает? Третье. Вы говорите, что над обидами надо работать, но в то же время говорите, что обиды стирались, забегаясь вперёд. То есть, как происходит работа? Если вы считаете, что надо работать с обидами, а с ними действительно нужно работать, то почему при наличии этих обид вы продолжали отношения, игнорируете самые обиды? И когда, ну вот, что-то произошло, да, то эти обиды вспыхнули в ночь. Они никуда не ушли. А слово, которое вы использовали в их контексте, что они начали стираться, ну, не совсем понятно. Дальше. Мы не прекращали общаться. Он продолжал меня завоёвывать. Мы встречались, переписывались. Ну, здесь, пожалуй, стоит отметить слово завоёвали. Вы позиционируете себя, как ту, кого нужно завоёвывать по какой-то причине, то есть некую ценность. Но ценность такую, более приближенную к материальной. Наличие завоевания в отношениях, к сожалению, обесценивает личностный и духовный компонент. И вполне себе обуславливает то, как мужчина себя вёл, и в конечном итоге, к чему вы пришли. Когда он вас завоевал, вы ему стали не нужны. То есть это следствие в том числе и того, что вы позволяете мужчине себя именно что завоёвывать. Потому что когда мужчина завоёвывает, ну, о разных отношениях говорить не приходится. Вот. К сожалению. Дальше. Показывал, так, значит, переписывался, он всегда был рядом, озаботился, поддерживал, во всем помогал. Ну, опять же, у этого есть мотивация своя, да, то есть, как бы, для чего он это делал. Показывал своими поступками и ласковыми словами, что хочет вернуться и быть вместе, что скучает. Заметьте, вы показывал своими поступками и ласковыми словами, но это вы интерпретировали его поведение так. Прямых слов от мужчины, если он хочет вернуться и быть с вами, не было. А мужчину очень важно понимать буквально. То есть, не интерпретировать слова мужчины, потому что мужчина – логик. Дальше мне тоже его не хватало. Тут, соответственно, нужно разобраться, чего именно вам не хватало. Знаете, в контексте того, что вы нацелены на отношения, в контексте того, что у вас обида есть, его нехватка выглядит, как очень серьезным проявлением вашего внутреннего конфликта, который вы пытаетесь решить через отношения. К дневным праздникам мы стали ближе, мы стали все больше сближаться, счастье встречались, каждый день разговаривали, разговаривали утром и вечером. Опять же, вы здесь говорите за обоих, хотя можно говорить только за вас, за то, что вы делали, за то, что вы говорили, за то, что вы чувствовали. Я начал чувствовать больше теплых эмоций и уверенности в нем, а обиды, стерябность. Вот видите, да, то есть по сути вы получаете подтверждение своего предыдущего поведения, которое изначально привело к обидам, которые вы согласны прорабатывать, но, тем не менее, свое прежнее поведение вы продолжаете продвигать, в частности, уверенность в другом человеке. То есть неуверенность в себе, не полагаться на себя, а уверенность в другом человеке. Это, по сути, опять к вопросу о зависимости, к вопросу о обидах, об ожиданиях и прочее. Обиды, стерябность. Ну, вот это вот, вот это я уже сказал. Все праздники привели в компанию общих друзей. Если готовили, он дал мне ключи от своей квартиры, чтобы я могла прийти в любое время. И я готова была ожидать на вашем отношении еще шанс. Смотрите, вы готовы дать отношениям шанс. То есть вот вы просто вдумайтесь в это. Готова дать отношениям шанс. Не разобраться с человеком, что он хочет и что мотивировало его так поступать. Не получить, ну, хотя бы примерную картинку того, что человек чувствует, что он хочет и так далее. Не договориться и не проработать моменты, связанные с обидами. Да? Не лучше понять человека. Не что-то решить. А просто дать отношениям шанс. Притом, что, как я понял, вы не обсуждали свои проблемы. Вы не договаривались о чем-либо. Вот. Вы просто решили попить одни и просто продолжили общение. Но вы не обсуждали ваши отношения, не обсуждали, что вы будете дальше, не приходили к каким-либо решениям. Дальше. Как только я ему показал, что тоже хочу быть с ним, вот видите, да? Вы что делаете? Вы видите поведение, определенное поведение человека. Интерпретируете его так, как ближе вам. Потому что прямого высказывания молодого человека о том, что он хочет быть самым, очевидно, не было. Даже если и было, то на фоне ваших проблем воспринимать это всерьез не стоит. Только после того, как проблемы будут обговорены и обиды проработаны. Вот. Вы интерпретируете поведение человека так, как хочется вам. Так, как хотите вы. Говорите, что я тоже хочу быть с ним. И после этого, когда человек меняет свое поведение, вы его... Вы как бы начинаете фрустрировать. Понимаете? Вот это и есть то, что называется личной безответственностью. Это закрытие глаза на первоначальные проблемы. Это желание видеть то, что хочется в том, что есть. Это ориентированность на отношения, а не на самого человека. Это не принятие, в конце концов, самого человека полностью. Потому что у вас изначально были обиды на то, что отношения не развивались. Вы говорите, что отношения не развивались. А что изменилось сейчас? Да, что изменилось? Что продемонстрировало бы вам, что отношения развиваются? Отдаёте ли вы себе отчёт в том, зачем лично вам, чтобы отношения развивались? То есть, вот... А ваша личная мотивация в этом какая? И какое отношение к этому имеет человек, другой человек? Со своей мотивацией такой же. Вот. Дальше. Так. Он сказал, что поздно, что перегорел и что не хочет быть вместе. Хотя буквально за один день, без преувеличений, до этого приходил ко мне с домашним приготовленным ужином и стремился к встрече. Ну, если отношения без обязательств ранее были, и он не чувствовал ответственность, то, когда вы показали, что хотите быть с ним. Опять же, что значит показали, не очень понятно. Вот. Это молодого человека действительно могло оттолкнуть. То есть, он хотел бы побольше побыть вот в такой непринуждённой, наверное, менее определённой, менее рамочной позиции. А у вас есть желание как раз-таки отношения как-то вот, ну, как-то вот обрамить, да? То есть, у вас есть желание как-то оформить отношения. То есть, вам хочется определённости. И в своём стремлении к определённости вы пытаетесь опереться на человека. В чём ваша основная беда? Дальше. Значит, вдруг от ласкового, заботливого стал холодным и закрытым. Ну, вот, понимаете, да? То есть, вы выделяете здесь ласковость и заботливость человека. Это то, что касается вас, там. Это то, что нужно вам. А холодность и закрытость, вы представляете, как и что? Вот как вы воспринимаете холодность и закрытость? А как вы воспринимаете ласковость и заботливость? Такой остался осадик, будто он ждал, пока меня снова завоюет, и как только это случилось, повернулся спиной, ну, вполне может быть, он же вас завоевал, как вы говорите, но вообще, это то, как вы сами-сами себя воспринимаете, то есть это перенос, вы переносите свои собственные страхи на него. Может ли человек так быстро и резко меняться в чувствах и поведениях? Да, может, если нет места быть в страхе. Это цикл «Жестный палац. Желание меня наказать, так как сказал, что будет урок всем на будущее подавление чувств или настоящее чувство обиды». Лично я думаю, что последние два момента подавления чувств и его настоящее чувство обиды вместе, вот. Если это цикл «Жестный палац» и желание вас наказать, это, скорее всего, не осознено. Желание наказать может быть, но это зависит от личности мужчины, вы о нём практически ничего не сказали, поэтому не очень понятно, что может ли он хотеть наказать. Да, такие люди есть, которые наказывают, но непонятно относится ли к этому молодой человек. Что понятно, так это то, что вы пытаетесь понять его вместо того, чтобы разобраться в себе и поработать с обидами, со своими обидами, как мы сами об этом ранее написали. Так, значит, как восстанавливать отношения и чувства на таком этапе? Анна, ну, не очень понятно, не очень понятен вот смысл этого вашего последнего запроса, потому что восстанавливать отношения и чувства, наверное, не совсем корректное выражение. Мужчина сейчас продемонстрировал вам свою позицию, и не совсем понятно, что вы понимаете под восстановлением отношений и чувств. То есть вы готовы человека простить? Опять? Не поработать над собой? Восстанавливать отношения и чувства должны оба человека. У мужчины четкая позиция, они нацелены на восстановление отношений и чувств. Соответственно, вы одна собираетесь это делать? Вам восстанавливать отношения и чувства не нужно, потому что чувства у вас и так есть. Правда, есть и обида, и страх. И вот как вы себе представляете восстановление отношений и чувств, ну, не совсем понятно. То есть, на мой взгляд, здесь, ну, вы как бы обиделись на человека, вы его не простили, мужчина считает, что он прав, вот, и всё. То есть, пока каждый из вас не поработает над собой и не разберётся в себе, ну, что восстанавливать? И смысл восстанавливать? Вы всё равно наткнётесь на те проблемы, которые у вас изначально были. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам удачи, всего доброго, надеюсь, что ситуация разрешится.